Добрый вечер! Вы смотрите новости на канале ТВ-5 в студии Павел Васильев. Сегодня в выпуске. Менять или не менять, в Украине начался прием документов для оформления биометрических паспортов. Резкое потепление проверило на герметичность крыши запорожских мегаэтажек. Экзамен выдержали далеко не все. Десять пострадавших. Итог ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет. Двое получили ранения. Об этом заявил спикер СНБ Андрей Лысенко. Боевики продолжают обстреливать позиции украинских силовиков. В Луганской области зафиксировано усиление обстрелов. Боевики вновь применяют артиллерию, минометы, системы ГРАД и танки. По данным ООН, количество погибших во время конфликта на Донбассе с апреля 2014 года достигло 4800 человек. Интерпол объявил в розыск экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и ряд других экс-чиновников. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, отметив, что Россия игнорирует документы о розыске 24-х человек, ранее занимавших высокие посты в Украине. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о стратегии устойчивого развития Украина-2020. В качестве первоочередных определены реформа системы национальной безопасности и обороны, обновления власти и антикоррупционная реформа, судебная реформа правоохранительной системы, децентрализация и реформа государственного управления, дерегуляция и развитие предпринимательства, реформа системы здравоохранения и налоговая реформа. Полиграфический комбинат Украины начал производство биометрических паспортов и уже изготовлено 30 тысяч экземпляров. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия. Сегодня в Украине начался прием документов для оформления биометрических паспортов. Заявки принимаются и на получение загранпаспортов нового образца. Меняется не только сама корочка, но также сроки ее изготовления и стоимость. Насколько сложно оформить биометрический паспорт в Запорожье? Что для этого необходимо и стоит ли вообще менять загранпаспорт? Об этом в репортаже Натальи Зайченко. Для оформления биометрических паспортов в Главном управлении миграционной службы в Запорожской области отвели отдельный кабинет, установили новое оборудование. Пока разбираются в нюансах нового программного обеспечения. Управляют системой из Киева. Параллельно здесь занимаются и оформлением загранпаспортов нового образца. На этом оборудовании могут приниматься как с биометрией, так и без биометрии. То есть внешний паспорт будет выглядеть абсолютно одинаково. Биометрический паспорт визуально будет отличаться маленьким изображением фотоаппарата, символом фотоаппарата внизу. Очереди за оформлением биометрического паспорта, говорит руководитель областной миграционной службы, здесь пока нет. Наша съемочная группа проводит эксперимент. Сколько времени займет оформление биометрического паспорта? При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины и, если оформляли ранее, загранпаспорт. Процедура эта в принципе стандартная и знакома многим. Необходимо написать заявление, оплатить госпошлину и сфотографироваться. Для получения загранпаспорта нового образца этого будет достаточно. Но для оформления биометрического необходимо пройти еще ряд процедур. Теперь надо будет еще снять два биометрических показателя ваши. Для этого снимают отпечатки указательных пальцев левой и правой руки. После того, как отсканированы отпечатки пальцев, на специальном электронном оборудовании необходимо поставить подпись. В среднем, если не подведет техника, процедура оформления заявки занимает около получаса. Изготавливают паспорт не 30, как ранее, а 20 рабочих дней. Но заметьте, рабочих. То есть реально ждать придется 25-28 дней. Цена вопроса – 518 гривен. В срочном порядке биометрический паспорт изготавливают за 7 рабочих дней. В таком случае документ обойдется в 775 гривен. Чтобы получить биометрический паспорт, придется снова сканировать отпечатки пальцев. Если они совпадут, вы сможете забрать свой документ. Обязательно быть лично, потому что идет верификация сравнения пальца, который будет записан на чипе биометрического паспорта, с тем пальцем, который вы будете оставлять здесь, на этом сканере. И программа будет сравнивать данные этих. От внесения отпечатков пальцев и электронного чипа можно отказаться и оформить обычный загранпаспорт. Он будет стоить дешевле – 461 гривну. Да и особой надобности в паспорте с чипом эксперты не видят. Главное заблуждение многих украинцев в том, что биометрический документ дает право на безвизовый въезд за границу. Это не так. Если безвизовый режим и утвердят, то им смогут воспользоваться обладатели любого загранпаспорта. Один плюс у биометрического документа, конечно, есть, но пока призрачный, отмечают эксперты. На сегодняшний день страны Шенгенского соглашения приняли решение однозначно после 1 января принимать отпечатки пальцев и обладатели чипованных паспортов. После определенного, естественно, подписания соглашений через МИД Украины о доступе к этим биометрическим данным смогут не ехать туда и снимать отпечатки, если дадут разрешение на считывание этих копирований. Но это тоже белыми поводили. Но это пока, да, это предположение. То есть на сегодняшний день этого нет. Специалисты подчеркивают, менять обычный загранпаспорт на биометрический – это право украинцев, но не обязанность. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается сроком на 10 лет. И даже после внедрения документов в нового образца такой паспорт будет действителен до указанной в нем даты. В Запорожье уже установили оборудование для оформления биометрических паспортов практически во всех районах города. После этого оборудование появится в Бердянске, Мелитополе и Васильевке. Для оформления биометрического паспорта необходимо обращаться исключительно в подразделения Миграционной службы Украины. Сегодня в Запорожье началась выдача гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой областей по программе развития ООН оперативное реагирование на социально-экономические проблемы вынужденных переселенцев. В рамках мероприятия перемещенным лицам по всей Запорожской области выдадут около 6 тысяч продуктовых наборов. Это только первая очередь. В ближайшее время прибудут также комплекты теплой одежды и предметы первой необходимости. В небольшом помещении Запорожской организации Красного Креста с самого утра очень людно. Особенно много женщин с маленькими детьми и пожилых людей. Переселенцы занимают очередь, чтобы получить продуктовые наборы, которые прибыли в Запорожье в рамках гуманитарной программы про ООН. Алла была вынуждена бежать из Горловки в Запорожье вместе со всей своей семьей. Говорит, любая помощь для них сегодня очень важна. Ведь приехали практически в чем были. Мы ехали без вещей, мы ехали, документы взяли, нас сюда, как говорится, вызвали, мы приехали. Что мы получаем питание, это само собой. Ну вот, утеплить нас, одеяло дали спасибо. Ну что еще, лекарства нам, тут надо бабушке лечить, а сами знаете, как с деньгами. Запорожская область стала одной из трех в Украине, которая примет участие в этой программе. Общая сумма помощи – миллион шестьсот тысяч долларов. Средства предоставили прихожане одной из христианских конфессий. Это пожертвования людей, обычных людей, это не какие-то спонсоры. Это обычные люди, так как я, может быть, даже вы. Это обычные люди, которые какие-то части своих, может быть, каких-то денег жертвовали того, чтобы можно было бы помочь людям, которые оказались в такой трудной ситуации. Всего в регион было доставлено шесть тысяч продуктовых наборов. Две с половиной тысячи раздадут в Запорожье. Остальные отправятся в Бердянск, Мелитополь, Гуляйполе, Пологи, Куйбышево и Приморск. Это только первый транш. На очереди еще несколько партий гуманитарных грузов. В продуктовый набор входит сахар, крупа, тушенка, подсолнечное масло, может быть, еще что-то, я точно сейчас не скажу. Это первая партия. В следующей партии пойдет одежда, это комплекты мужские, женские, детские, куртка, шапка и шарф. И чуть позже пойдет еще постельное белье, то есть одеяло, там еще что-то. В первую очередь гуманитарный груз распределяют среди инвалидов, пожилых людей, семей с детьми. Сами переселенцы говорят, благодарны за любую помощь. Однако все еще остается очень много нерешенных вопросов. Например, Ирина из Шахтерска живет с двумя детьми в общежитии на опытной станции. Сетует помещение неподготовлено к зиме. Не хватает холодильников, бойлеров, стиральных машин. Условия для проживания просто невыносимы. Так как было обещано, люди писали заявление еще осенью, для того, чтобы было подготовлено общежитие, созданы условия для жизни. До зимы это обещалось все сделаться. Но уже как-никак зима, ничего-то не предпринялось. В туалете течет все. Этот рукомойник, умывальник, я даже не знаю, как его назвать. Невыносимо зайти. Очень холодно, дряхлые окна. В коридоре невыносимо холод. В комнатах просто сараи. Люди говорят, мечтают только о том, чтобы поскорее вернуться домой. И надеются, что это произойдет в ближайшее время. А пока благодарны всем, кто помогает им пережить непростую зиму. В тесноте до Невобиде в Запорожье в двух комнатах частного дома проживают две многодетные семьи временных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции. Во время новогодних каникул у них в гостях побывали волонтеры. У двух сестер Екатерины и Натальи из Янакиева и Углегорска по четыре ребенка. Самому младшему пять месяцев, старшему 14 лет. Обе в декрете снимают полдома в районе Великого Луга. На жизнь не жалуются, к скромному быту уже привыкли. А многие необходимые в хозяйстве вещи им принесли волонтеры. Помогли и городские власти привезли несколько кубометров дров. Правда, дрова сырые и чурки огромные. Не распилить, не расколоть их женщинам и детям не под силу. Так что приходилось покупать несколько корзин дров в день. Каждая по 20 гривен. Однако теперь проблему с дровами благодаря волонтерам удалось решить. Привезли вам с вашим детям сладости, фруктов. Ну и, конечно, дрова. И сейчас тут по бытовым этим всем вопросам посмотрим, чем у вас. Да, потому что двери открываются страшно. Так мы дело в том, что мы... Мы вечером вроде бы оттопили, а утром встаешь, двери открыты чуть ли не на распашку. И все ушло в коридор, мы утром встали. И снег, когда я шел, мы с хаты выгребали, отгребали. Там хату задувают и сверху, и снизу. Помощь семьям Екатерины и Натальи оказывает молодежная организация металлургического комбината «Запорожсталь». Самый ценный подарок – 5 кубометров сухих дров. Я, честно, не могу так определять. Ну, должно до весны хватить. И плюс еще... У нас же еще вот дрова есть. Ну, что есть. Так что надеемся, что нам это хватит. И нам же еще уголь «Запорожсталь» привозил. Мы еще периодически углем протапливаем. Кроме этого, волонтеры привезли многодетным семьям новую стиральную машинку. Дети к Новому году получили сладости и фрукты, а взрослые, благодаря помощи работников комбината, решение мелких бытовых проблем. По электроэнергии нам резетки нужно было сделать, потому как их тут нет. Она одна в этой комнате, одна в кухне, там ее нужно закрепить, она разлетелась. А теперь первый я. Говори, теперь ты. Говори, дядя. Сейчас просто перебечку эту, потом я был дома. Волонтеры провели дополнительные розетки, уложили дрова, заделали щели в дверях дома и даже расчистили снег во дворе. Но главная помощь – моральная поддержка. На комбинате работают люди, которые чутко относятся к проблемам, неравнодушны и настроены на доброту, дать свои положительные эмоции, чтобы люди ощутили доброту, теплоту и наших сердец, горящих сердец металлургов. Как говорит Сергей Ильченко, он и многодетные матери обменялись номерами телефонов. И все насущные проблемы семей будут решаться как можно скорее. С 20 января в Украине начинается новая четвертая волна частичной мобилизации, ее первый этап, который продлится 90 дней. Планируется призвать полторы тысячи запорожцев мобилизации, подлежат рядовые, сержанты и офицеры запаса в возрасте до 60 лет. За всеми мобилизованными гражданами, как утверждают в обл. военкомате, на протяжении года будут сохраняться закрепленные законом Украины социальные гарантии, а также предыдущее место работы. За уклонение от мобилизации военнообязанным гражданам. Поразит уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. После полутора месяцев обучения и боевого ослаживания, мобилизованные могут быть направлены для несения службы в зону антитеррористической операции. Параллельно с четвертой волной мобилизации будет проводиться и призыв на срочную службу. В областном военном комиссариате утверждают все мероприятия по проведению частичной мобилизации призыва проводят в плановом порядке, несмотря на то, что область осталась без военного комиссара. Напомню, 30 декабря Давид Моин был уволен с этой должности в комиссариате. Говорят, назначение нового руководителя может занять от нескольких месяцев до нескольких недель. Он видит угрозу терроризма в Запорожье, поэтому вышел на индивидуальный пикет под стены горсовета. Сегодня руководитель Запорожского антитеррористического центра Валерий Билан протестовал против деятельности в нашем городе двух общественных организаций. Это сотня самовыроны Запорожья и Сыла нации это бывший правый сектор Запорожья, который основной провод киевский распустил. За их принципы, и это было официально, за их непатриотичное поведение. Вот действия мне не нравятся. Мне не нравятся действия, допустим, принятия самообороной, они принимали присягу на острове Хортица. Задаю вопрос. Общественная организация находится с оружием боевым в руках. Есть разрешение? Ну и огромное-огромное количество всяких нюансов, которые говорят о том, что эта организация далеко не патриотичная. Общественник видит в деятельности этих организаций дестабилизирующее влияние на жизнь в Запорожье. Считает, что они не могут позиционировать себя как патриотические промайдановские. Эти две организации – это оплот серии номер два Харьковский. Вот сейчас эти две организации родились вот здесь, в Запорожье. И я очень боюсь, что в случае каких-то серьезных передрях эти люди не встали на ту сторону. И они не имеют права представлять интересы громады, поскольку поведение и действия их приводят, наоборот, к развалу города Запорожья. Продолжению воровства. И самое главное – это защите нашего мэра, против которого уже многие восстают против. Многие об этом говорят. Многие говорят о том, сколько наворовано, что эти все схемы коррупционные продолжаются. Они с ним нет, а схемы продолжаются. Значит, кто-то за ними стоит. Супермаркеты «Амстор» все еще не работают. На днях представители основного акционера торговой сети «Смарт Холдинг» посетили магазин на улице Победы. О том, что они там увидели в нашем следующем репортаже. Двери, забаррикадированные корзинками для продуктов, отсутствующие лотки для денег и серверы кассовых аппаратов. Такую картину застали в запорожском магазине «Амстор» по улице Победа, 64, представители «Смарт Холдинга» – основного акционера торговой сети. Правда, попасть в сам супермаркет смогли не сразу. Говорят, такая ситуация практически во всех магазинах сети «Амстор». Здесь в каждом из магазинов находились группы вооруженных людей, которые просто не давали нам доступ к своей собственности. Вчера мы с сотрудниками милиции все-таки попали в один из магазинов «Амстора». Мы увидели, что кассы стоят полностью разграблены, нет лотков с деньгами, которые, скорее всего, без инкассации изымались. Кассы – это маленький компьютер. В каждой из касс не хватает жесткого диска, на котором хранилась вся информация. Вину за блокирование работы торговой сети «Амстор» представители основного акционера возлагают на ее бывшего управляющего Владимира Вагоровского, отстраненного от работы в связи с выявленными злоупотреблениями. Господин Вагоровский много лет занимался, сам полностью вел бизнес ритейла. Пока мы не уличили его в хищениях и не отстранили от руководства. Как только мы обнаружили эти хищения, как только мы обнаружили вывод денег на компании внешней, как только мы увидели вывод денег для личного обогащения, мы сразу же приняли определенные меры. Еще одна проблема, с которой столкнулись представители компании «Смарт Холлинг» – это недоверие со стороны трудового коллектива магазина «Амстор». Говорят, пока налаживают диалог с работниками, выявляют ранее неизвестные факты злоупотреблений со стороны отстраненной от работы администрации. Самая большая проблема в том, что действительно коллектив общался только с господином Вагоровским. И как только у нас с ним случился конфликт, он сразу же поменял все телефоны у всех сотрудников и тоже продолжал общаться и их дезинформировать. Мне поступают десятки звонков каждый день. Рассказывают нелицеприятные истории, рассказывают про злоупотребление в «Амсторе», рассказывают, например, что в «Амсторе» платят зарплаты, минималки, остальные в конвертах. Много других вещей, которые мы будем документировать, обращаться в милицию. В планах у компании Smart Holding полностью восстановить работу всей сети магазинов «Амстор» и устранить все выявленные правонарушения. Мы видим товары на месте, но нужно провести товарную, денежную инвентаризацию. Для этого мы связываемся с людьми, которые здесь работают, призываем их выходить на работу, как можно быстрее восстанавливать работу каждого магазина, потому что здесь много скоро портящейся продукции. Мы будем восстанавливать финансовые документы, которых нет, которые вывезены в магазинах в неизвестном направлении. Нам нужно восстанавливать штатное расписание, чтобы платить людям зарплату. И, естественно, если помощь коллектива будет активной, то все это мы сможем сделать в ближайшее время. Продолжаем программу «Резкое потепление». Настоящее испытание для кровель многих запорожских домов. Талая вода стала причиной потопа в нескольких квартирах девятиэтажки номер 7 по улице Звенигородской в Ленинском районе Запорожья. Многократные обращения в КП «Основание», говорят люди, результата не принесли. Протекающая кровля – причина бед половины жильцов этого дома. Квартира Татьяны Анненковой расположена на восьмом этаже. Уже год хозяйка наблюдает такую картину. Вот тут аж обоина отстала, прорезали, повесили тут и ставили в ведро, чтобы капало, потому что здесь электрика сплошная, звонок не работал. Ну, вот это вот оно. Отставше оно держится за счет багетов. Женщина говорит, в последние несколько месяцев ведра из коридора не убирает. Боялись, что замкнет все. Звонок перестал работать, почему-то поменялись фазы там. Такая же ситуация и в квартире этажом выше. Обвисшие обои, мокрые стены и потолки. По словам Людмилы Горб, из-за текущей кровли в квартире проблема с электричеством. Только за последние две недели пришлось заменить пять сгоревших лампочек. Оно уже начало по щиткам текти. У нас перестал работать телефон. Когда я мастера вызвала с интеркома, они сказали, что это все окислили все провода. У нас и телефон пропал, и коробочка. Все пришлось все это менять. Проблема, утверждает хозяйка квартиры, существует уже несколько лет. Редкие попытки коммунальщиков ее решить заканчиваются лишь установкой небольших латок на крыше, которые через несколько месяцев прогнивают. С лета, когда вот обильные дожди пошли, и то не так, когда вот это первый снег, оно начало таять. И вот это все прямо, ну вода шла, конечно, до пятого этажа. Текло все, соседи жалуются, думают, что мы виноваты. Я тогда тоже сдаяла заявочку по 15-80 по телефону, потом ходила несколько раз в ЖЭК. Мне предлагают взаимозачет, я на пенсии. Вот одна живу, сын пока не работает. Люди утверждают, услугу за содержание дома и придомовой территории КП «Основание» оплачивают регулярно и в полном объеме. Считают, их деньги уходят в неизвестном направлении. Впрочем, после приезда нашей съемочной группы коммунальщики на крыше девятиэтажки все же появились. Правда, жильцы утверждают, все закончилось лишь расчисткой снега на крыше. Последует ли за этим ремонт? Наши журналисты будут следить за ходом устранения коммунальной проблемы в этом доме. Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы жителям и гостям Бердянска. Город еще не оправился от последствий стихии 24 сентября и ураганного ветра в конце декабря прошлого года, как в первых числах января стихия вновь попыталась нести свои коррективы в жизнь города. Южный ветер буквально выбросил на набережную тонны льда. Обошлось без значительных разрушений, торосы оказались рыхлыми и хрупкими. Но тонкий лед в акватории добавил хлопот спасателям. Несмотря на предупреждение, не обошлось без ЧП. Ночью 6 января в Бердянске утонул 19-летний юноша. Его тело было обнаружено спустя несколько часов после начала поисковой операции. Он вышел на лед, лед не окрепший. Один раз он провалился, смог выбраться. Когда возвращался к берегу, провалился еще раз. И выбраться уже не смог. На место оперативно вышел спасатель. Но пока он прибыл, человек уже ушел под лед. Сейчас в Азовском море, в том числе и в акватории Бердянского залива, наблюдается сложная ледовая обстановка. Спасатели призывают граждан во избежание происшествий не выходить на тонкий лед. Пожар в Жавтневом районе Запорожья. Сегодня утром в кухне одной из квартир дома по улице Дзержинского загорелись вещи. 78-летняя хозяйка квартиры и ее 51-летняя дочь почувствовали запах дыма и позвонили в службу спасения 101. До прибытия огнеборцев женщины пытались тушить пламя сами, но безуспешно. На место происшествия прибыли 5 единиц техники и 19 спасателей. Из-за сильной задымленности пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. Бойцы ГСЧС вывели женщин из квартиры, передали их медикам. После оказания первой необходимой помощи от гиспитализации спасенные отказались. Огнеборцы потушили пламя, предотвратив его распространение на более значительную площадь. По факту происшествия проводится расследование. По предварительным данным, причиной пожара могла стать включенная в розетку стиральная машина. В связи с этим, Главное управление ГСЧС Запорожской области обращается ко всем запорожцам с просьбой строгого соблюдения правил эксплуатации электронагревательных приборов. Не оставляйте их без присмотра, не заставляйте детей смотреть за нагревательными приборами. Это и камины, и нагревательные электроприборы, микроволновые печи, а также все, что может послужить перегрузкой в электрической сети. Резонансное ДТП в Запорожье в субботу на улице Днепропетровское шоссе столкнулись с Нивой пассажирский микроавтобус «Мерседес-Бенц». Легковушка двигалась со стороны улицы Зачиняева в направлении «Песчаная маршрутка» во встречном направлении. Водитель Нивы не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Скорее всего погода, скользкая дорога, ну и также безопасная скорость движения. Возможно, был какой-то, может быть, маневр, может, шел на обгон. На данный момент неизвестно. Причины выясняют следствие. В результате ДТП пострадало 10 человек, среди них и годовалый ребенок. Четырьмя бригадами скорой помощи пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения города. После осмотра и оказания первой помощи 9 человек отправились домой, поскольку в госпитализации не нуждались. Водитель Нивы получил серьезные травмы и состояние кома находится в 9-й городской больнице. Рождество по-казацки встретили в историко-культурном комплексе «Запорожский дуб». Мероприятие проходит там седьмой год подряд. В этот раз участников и гостей не испугал даже 17-градусный мороз. На праздники выступили воспитанники детско-юношеских школ «Спас», которые показывали вертепы и пели калятки. Зрители наблюдали за показательными рыцарскими боями и традиционным поединком «Лава на лаву» и могли отведать настоящего казацкого кулеша. Также в рамках благотворительного проекта «Спас украинской армии» был проведен сбор средств для подразделений, находящихся в зоне антитеррористической операции. В Запорожье стало хорошей традицией завершать новогодние рождественские праздники большими концертами для детей и взрослых, организованными Запорожской епархией Украинской Православной Церкви. В этом году на представлениях в ДК «Дни про спецсталь» побывали более 4,5 тысяч ребят из районов области, около 600 временных переселенцев из зоны антитеррористической операции. Подробности в репортаже Галины Знаменской. Популярность рождественских архиерейских мероприятий, говорят организаторы, растет. Для детей этот праздник готовится с учетом библейских мотивов и народных сказок – воспитания доброты и сочувствия любви к ближнему. Перед представлением о веселом хороводе вокруг елки ребята смогли проявить свои таланты в умении декламировать стихотворения, петь рождественские колядки. «Щедривочка щедрувала, до веконца пропадала, что сварила, что спекла, иди, дитку, до векна. Коляд, 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 ницю, добро с медом паляницей, а без меду не дока дайте, дитку, пья така». «Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Выйди, выйди, господарю, дивися на кошару». На сцене для ребят развернулось представление о двух сёстрах, которые попали в сказочный мир к Матушке Зиме и Кикиморе. Благодаря добрым делам и раскаянию совершений злых, как и положено в сказках, побеждает добро. В спектакле принимали участие воспитанники Хортицкого центра эстетического воспитания. Для взрослой аудитории на сцене ДК «Днепро Спецталь» была разыграна современная библейская притча о каянии и авели, но с позитивным финалом. Спектакль изобиловал песнями, танцами в исполнении фольклорных коллективов артистов Запорожской областной филармонии, певчих архиерейского хора. Бурные аплодисменты юным музыкантам Детского православного симфонического оркестра под руководством Сергея Скрипника. Этот единственный в Украине коллектив объединил десятки талантливых ребят города и за короткое время стал популярным не только в Запорожье, но и за пределами нашего региона. Владыка Лука, архиепископ Запорожский и Мелитопольский, поздравил всех зрителей и участников представлений. С Рождеством поблагодарил спонсоров, которые обеспечивали детей подарками. Искренне всем нам, запорожцам, всем нам, украинцам, всем, кто живет на этой украинской земле, пожелать милости Божией, радости и самое главное, мира, того мира, который дает всем нам Бог и мир, который начинается с наших сердец. С нами Бог и есть, и будет. И на этом у меня все. Я напоминаю о новостях Запорожья и области. Вы всегда можете узнать на нашем сайте ТВ5ЗПВЕ. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или же высказать свое мнение, то пишите главред. Это ТВ5ЗПВЕ. Всего доброго. Увидимся. ТВ5ЗПВЕ.